В этой серии вы увидите продолжение невероятно интересного диалога, в котором Шерлок и доктор Ватсон... А хотя знаете, чтобы лучше понять, о чем пойдет речь в этом выпуске, давайте-ка вы посмотрите предыдущий эпизод, а потом возвращайтесь сюда. Не то чтобы это сильно обязательно, но поверьте, вам самим так будет понятнее. А в конце этого выпуска вас ждет рубрика «Назад в 94-е». Все, поехали. Садись отсюда. I play the violin when I'm thinking, sometimes I don't talk for days on end, говорит Шерлок. I play, я играю, the violin на скрипке, when I am thinking, когда я думаю. Глагол think означает думать, and sometimes, и иногда, или временами, I don't talk, я не разговариваю, или не говорю, for days on end, несколько дней подряд. Дальше Шерлок говорит, would that bother you? Это бы вас не побеспокоило, или я бы не надоедал вам. И в этом предложении слово would как раз берет на себя функцию русского слова быть. Вообще, у модерного глагола would бывают разные случаи употребления и разные значения, но в данном случае он как бы отражает смысл условности. То есть, если я буду играть на вайолин, это тебя не напряжет в таком случае, не будет тебе надоедать. Это бы вас не запарило, вот так он хочет сказать. Шерлок говорит, потенциальный, как вы, наверное, уже дедуктивно догадались. Флетмейтс, это сосед по квартире. Например, классмейт, одноклассник. Дальше Шерлок говорит, потенциал слэпмейтс, should know, должен, знать, the worst, худший или наихудший, about each other, о друг друге. Хочется обратить особое внимание на слово should. Это тоже модальный глагол, так же, как и would, который мы ранее обсуждали. Слово should в данном случае несет такой оттенок совета. Обычно, когда мы говорим о данном глагол should, мы хотим как бы дать кому-то совет, и в этом случае это как раз наш случай. Он говорит, что соседям следовало бы знать худшее друг о друге. You told him about me, говорит Ватсон. Ты сказал ему обо мне. Если обратить особое внимание на слово told, то это прошедшая форма от глагола tell, что означает рассказывать. Ты рассказал ему обо мне, спрашивает Ватсон. Not a word. Not a word. Ни слова. Who said anything about flatmates? Кто сказал что-нибудь о соседстве? I did. Told Mike this morning that I must be a difficult man to find a flatmate for. I did, говорит Шерлок, подтверждая этим то, что я сказал. Ватсон спросил, кто говорит о соседстве. Он говорит, я сказал. Дальше он говорит. Told Mike this morning I must be a difficult man to find a flatmate for. Told, сказал Mike. Ну, это имя. Как вы, скорее всего, дедуктивно догадались. Этим утром I, я, must be, должно быть, a difficult. Трудный или сложный, man, сложный человек. To find a flatmate for. Для которого можно найти соседа. А здесь предлог for стоит в конце предложения. И вы, наверное, сталкивались с этим, что часто в английском языке предлоги переносятся в конец предложения. Это в разных случаях делается. Например, это делается в специальных вопросах. Приведу вам пример. What are you looking at? На что ты там смотришь? В данном случае предлог at в конце стоит. Или предлоги могут переноситься в конец в восклицательных предложениях. Например, what a terrible thing to brag about. Какая ужасная вещь, чтобы ей хвастаться. И тут слово about, это предлог, стоит в конце. В нашем случае тоже, хотя это к другому правилу относится, предлог перенесен в конец предложения. И поэтому в нашем случае Шерлок, зная себя, говорит, я должно быть очень сложный человек, с которым можно вообще соседствовать по квартире. Шерлок говорит Слово just в данном случае означает сразу, сразу после какого-то действия. Это не единственный перевод этого слова. Например, слоган Nike Just do it Просто сделай это. Иногда слово just может переводиться просто. А еще слово just может переводиться как только что. Например, Максим только что ушел. Just gone. Только что. With an old friend Со старым другом Clearly Переводится ясно. Слово clear означает чистый или ясный, как прилагательное. Но если к нему добавить окончание ly, то получится ясно. Just home. Между словом just и home нету слова come. Но мы включили свои детективные способности и догадались, что Шерлок подразумевал это слово. Just come home. Только что вернулся домой. From military service. С военной службы в Афганистане. Wasn't a difficult leap. Was это был. Wasn't это сокращение от was not. Как бы это не было. Difficult. Трудный или сложный. Лип. В данном случае слово leap переводится как бы препятствие. Это не было сложно догадаться до этого. Имеет в виду Шерлок. Это не было сложным препятствием для меня. А сейчас, дорогие друзья, наша рубрика назад 94. Но для того, чтобы в этом сложнейшем уроке устроить эту рубрику, мы немножечко замедлим видео. Потому что Шерлок очень быстро говорит. Ребятки, не ругайтесь на музыку. Без этого у нас просто не пропускают YouTube в этот раз. А, Молик, кофе. Спасибо. Что случилось с твоей помадой? Да, она мне не идет. Правда? Я думаю, что это было прекрасное улучшение. Твой рот сейчас слишком маленький. Да? Что ты думаешь по поводу скрипки? Что? Я играю на скрипке, когда я думаю. И тогда я вообще могу несколько дней не говорить. Это вообще тебя напрягает? Я думаю, что потенциальные соседи по комнате должны знать худшее друг от друга. Ты сказала бы обо мне? Нет, ни слова. Кто говорит о том, что мы будем соседями? Я сказал, сказал Ваньку, что это должно быть сложно найти соседа для такого человека, как я. И вот он здесь, сразу после ночи, со старым своим другом, который только что приехал из службы в Афганистане. Это вообще-то не сложно было догадаться. А теперь напишите в комментарии, сколько раз за этот выпуск я сказал слово дедуктивный или дедукция. Ставьте уже в концов... концов... концерт... клада... Просто не забывайте подписываться на наш канал и рассказывать о нас другим. Это были English Show. Как говоришь, не забывайте подписываться. Каждый раз надо подписываться на наш канал. Подписались. Нормально, Макс? Можно, если... А если вы... Если вы еще этого не сделали... Не-не, не стоит, Макс, ты... Да нормально, да. Пока.